Всем здравствуйте! Сейчас присоединим Ирину. Здравствуйте! Привет, привет, привет! Сегодня в гостях у Хатабыча Молдавия. Ирина Гречухина, правильно? Правильно, Молдавия и Кишинев. Молдавия и Кишинев, прекрасно! Ирина, расскажите о себе, расскажите о своей студии, сколько лет занимаетесь, такое краткое, так сказать. Потому что нас смотрит сегодня, я надеюсь, и Армения смотрит, и, может быть, Грузия смотрит, то есть, как бы, Испания может быть, да. Наша компания называется Zen Design. Мы в этом году будем отмечать 13-летие. 13-летие. В нашей компании работает 12 архитекторов. Мы занимаемся архитектурой и интерьерами, дизайном интерьеров. Так, так. Делаем, балуемся, делаем продукт-дизайн в качестве обоев, в качестве цифровой печати на стеклее, картин диджитал. Ну, вот, как бы, компонуем уже свои пространства не чужими разработками, а чаще всего своими, внедряя, как бы, индивидуальность в проект и делая его все-таки очень индивидуальным и неповторимым. Вы так скромно описали свою деятельность, то есть, я смотрел, например, видео и видел ресторан, если не ошибаюсь, за сколько месяцев вы его сделали от начала входа? Скорее всего, вы говорите, наверное, о Гуаджу, Китае. Мы два или три года назад, скорее всего, уже три почти, делали ночной клуб. И действительно, это была фантастическая история, которая была наполнена большим опытом, приобретенным после такого открытия. Действительно, Китай, это специфика такова, что вся работа, даже у такого бюро, как наше, у которого есть какой-то опыт в работе, потому что там у нас более ста открытых ресторанов по всему миру, например. Это ваш опыт, да? Это наш дизайн, да. То есть, мы много всего успели сделать за это время, но Китай, это было очень интересно. И действительно, проект был сделан достаточно быстро, открыт ресторан за 20 с чем-то дней. Да, это было. Почему вы? Как вы среди китайцев, вы полтора миллиарда, как вы успели туда, как вы смогли? Так получилось просто, что наши старые клиенты там открывали дополнительный бизнес в Китае, в Гуанчжоу, и позвали нас открыть ночной клуб. Почему мы? Потому что хотелось какое-то определенное видение выдержать. И от того, что все-таки Китай достаточно сложно адаптируемое место, я имею в виду, допустим, я думаю, что намного сложнее работать с китайским дизайнером, чем с молдавским. Ну, мне так кажется. Почему? Почему? Объясните. Ну, потому что китайский язык, потому что китайская ментальность, потому что китайский вкус, а хотелось не китайский вкус, хотелось сделать нечто такое, правда сказать, для китайцев, но в то же время с как бы с особым видением, которое в Китае нужно еще поискать. Потому что Китай, по моему ощущению, действительно субъективному, это страна с большим потенциалом и с очень большими возможностями для всех, в том числе для архитекторов. То есть то, что можно найти в Китае или исполнить индивидуально для какого-то объекта, скажем, интерьерного или экстерьерного, как продукт дизайн, как скульптура, все что угодно. Китай – это та страна единственная в мире, где можно это все воплотить, понимаете? Но есть определенная сложность, и заключается она в том, что вкус китайский, он очень специфический. И, например, если говорить об этой истории, то прилетев туда в первую же ночь, я попыталась объять необъятное и посетить пять ночных клубов Гуанчжоу. Гуанчжоу – это часть Китая, часть самого богатого Китая. То есть на душу населения миллионеров там очень много. Считается по статистике, не знаю, как после кризиса, каждый десятый в Гуанчжоу китаец миллионер. Ну и, собственно говоря, очень правильно в таких местах открывать... Скажите, вы замужем? Я замужем, у меня трое детей. Понятно, у меня тоже трое. Я просто думаю, интересно, вот если девушка попадает, где каждый десятый миллионер, то есть нет соблазна там выйти замуж? Каждый десятый миллионер, но китаец. Нужно понимать, что все-таки даже у людей, которые не являются расистами, все равно есть, наверное, должно быть обязательно какое-то время на адаптацию к другой расе. А это другая раса, конечно. Ну подождите, если вы за 20 лет... А трое детей, они, значит, ждут в Кишиневе, и, конечно, супруг любимый, который не перекроет ничто на свете на самом деле, поэтому, конечно же, сложность заключалась не в этом, а сложность заключалась для меня в том, что мне нужно было трансформировать свой мозг и понять, что все то время, которое я жила и работала, с разными... Позвонил телефон. В общем, все это нужно было вот так вот просто вот так вот и в мусорку, и попробовать пытаться как на войне, думать стратегически и понять, как за короткое время решить огромный объем вопросов, которые тоже решаются по-другому. То есть самый элементарный выбор подрядчиков, мебель, свет, вентиляция, декор и так далее, это осуществляется несколько по-другому, нежели в обычных условиях, нужно понимать. Скажите, за 20 дней, за 20 дней, извините, пожалуйста, за 20 дней, хотел спросить, вот 20 дней это с момента того, как вы приехали и уже открылись? Да, я правильно понимаю? 25 дней было с момента, как я приехала до момента, как мы открылись. Да, наверное, это было так. Я, знаете, я точно не знаю, потому что открывались они уже без меня. Я улетела на Миланскую выставку сразу же прямо с Гуанчжоу, дальше мы каким-то образом уже поддерживали контакт, но открывались, и на открытии я не присутствовала. Но они, да, они старались к майским праздникам, к 5 мая, потому что в Китае это большие, там начинаются большие праздники, и у китайцев достаточно мало по законодательству выходных и отпускных. И вот такие маломальские праздники для них очень много, и поэтому это гуляние, и действительно есть и было основание открыться и поспешить именно к этому времени. То есть у нас не было времени на обдумывание вообще. То есть это было так. С китайскими подрядчиками, извините, что перебиваю, просто очень хочется спросить, как с ними работать? То есть легко, проще, проще, чем в Кишинёре, проще, чем в России, чем в Украине? С китайскими подрядчиками работать по-другому, я бы так сказала. То есть нужно понимать, что есть специфика, понимаете? Вот вы понимаете, как интересно. То есть ты приходишь в салон, ты можешь увидеть, к примеру, модель или не увидеть, или нарисовать и сказать, вот я хочу это сделать по-другому, хочу с первымутровыми пугольчиками, к примеру. И любой китайц это может сделать. Понимаете, вот ты заходишь в салон света и говоришь, я могу взять луч от этого источника. Форму светильника от этого, а цвет серо-буромалины вообще, они говорят, легко, 4 дня. А вот, понимаете, то есть эта флексибельность, она потрясающая, она очень возбуждает воображение вообще. Но есть некоторые нюансы в самих процессах. Насколько правильно тебе человек понял? Насколько он честен с тобой? Насколько он выдержит сроки? То ли он имеет в виду, когда он имеет в виду? То есть производственные мощности, они однозначно позволяют это сделать. Но есть человеческий фактор, да? И, конечно, с переводчиками с нами ходил китаец Коля. У него русское имя, потому что китайское достаточно сложно было. Сложно было выучить, поэтому, как бы, я думаю, что для утилитарности... Кстати говоря, он в Донецка, он когда-то там жил, и когда начались большие проблемы с этой всей историей, вот он туда и переехал. Поэтому он действительно хорошо знает русский язык для китайца. Ментально мы достаточно сложно понимаем друг друга, нужно время. Но, тем не менее, это был наш такой проводник. Это было очень интересно, потому что... Здравствуйте еще раз. Привет, привет. Да, привет, привет. Снова привет. Мы остановились на китайце Коле. Мы остановились на... Китайце Коле, да. Ну, так, ну, это уже, так сказать, герои нашего времени. Скажите, не буду спрашивать такой глупый вопрос, творческие планы. Как видите, дальше вот работу, если вдруг действительно остановят, как нас остановили, вот, например, нас закрыли физически, да, то есть мы полтора месяца не работали. У вас в области дизайна как этот процесс, насколько болезненный, насколько вы ощутили то, что был вообще карантин? Я не думаю, что я здесь буду оригинально, то есть треснула по затылку каждого из нас, независимо от того, чем мы занимаемся. Врачи, архитекторов, просто продавцов картофеля, то есть это не принципиально все понятно. По логике вещей мир изменился, и, возможно, он уже никогда не будет прежним. Нужно понимать, что это время больших трансформаций. Для чего-то дано. Так, то есть вы думаете, что все-таки, что это надо было, так сказать, как-то пройти, пережить этот момент? Однозначно. Я считаю, что раз это как минимум затронуло меня, и я родилась на планете Земля именно в это время, значит, для чего-то мне это нужно. И я вам хочу сказать, даже сейчас, спустя два месяца, я понимаю, что помимо отрицательных моментов, о которых все знают, конечно, это действительно очень сложный момент, и все приостановились, все затихли, а на рестораторов это очень сильно повлияло, а мы с ресторанами работаем очень плотно и часто, и это наш клиент, и это наша доля заработка, и как бы теперь у нас время, время трансформироваться, время по-другому работать онлайн, встал на, потому что большую часть времени ребята работали на домах. То есть ваш бизнес, это в основном ресторанный бизнес, да? Вы понимаете, мы занимаемся и частными интерьерами, и проектированием частных интерьеров, и общественные интерьеры, но наша страсть, это рестораны, конечно, потому что в Корике мы собаку съели, и действительно такого количества ресторанов, как мы открыли, ну, таких людей не так много, на самом деле, таких компаний. А в Китае собак ели, извините, вот как раз собаку в Корике съели? Нет. Нет? Они такие хорошенькие, как же ж. А конкурентов вы так же любите, как вот, они тоже такие хорошенькие у вас? Конкуренты? Да. Ну, у конкурентов это нужно такой, иметь хороший самонастрой, чтобы любить конкурентов. Я думаю, что конкуренты, они жизненно необходимы. Нравятся ли они мне? Отчасти да, конечно. Мы учимся друг от друга, вы понимаете? Ведь, по большому счёту, энергообмен, который происходит между людьми, в том числе между конкурентами, он позволяет находить своё место на карте, понимать, где ты слаб, где ты силён, на что нужно обратить внимание, какие стороны показать, как минимум, для того, чтобы понять, чем же ты отличаешься от всех остальных. Ведь, по большому счёту, архитектурная компания, она обязательно должна иметь свой облик. Нельзя сказать, понимаете, то есть можно сказать, 100 юридических агентств, да, и там юристы чем-то отличаются. Возможно, но тем не менее, это как бы общая данность, законодательство и так далее. Ирина, извините, вы не депутат случайно? Вы так ответили, что даже вот можно прямо, такое впечатление, как будто бы, знаете, вот... Карен, вы знаете, как иногда непросто быть архитектором и дизайнером и утверждать свои проекты, к примеру? Или объяснять людям, которые приходят, конечно, с определённым процентом кредита доверия к тебе, потому что приносят тебе свои деньги, но тем не менее, не всегда понимают твоё видение, когда ты его презентуешь. Ну, извините, не я эту тему, Ирина, предложила. Потому что, если делать то, что просит тебя гражданин, ничего с того хорошего не получится отчасти. Всегда нужно думать на несколько шагов вперёд, особенно если это касается хорики и общественных интерьеров. Знаете, мы... Я часто задаю тебе тот же вопрос клиенту, когда он говорит, что это... Можно это сделать по-другому? И тогда мы опять возвращаемся к техзаданию и отвечаем на вопросы, что это должно быть хорошо для тех людей, которые должны посещать это заведение, а не лично для вас. Сорри. То есть, когда мне говорят, что стол на 750 сантиметров, 75 сантиметров, это узкий стол, потому что для него это первый ресторан, он хочет удивить своим размахом души и сделать его на 900, то тогда мы его начинаем причесывать такими способами. Что касается видения архитектора, нельзя даже предположить, куда работу... Понимаете, как... Ещё раз, вот это всегда несколько... Это всегда наша работа, она подразумевает, что мы обязаны думать на несколько шагов вперёд. Ну вот смотрите, Карен, вот пришёл человек запроектировать на здание. Это здание... Это не пошить... Вы понимаете, это не пошить брюки. Это здание, которое должно быть актуальным, адекватным, 20, 30, 40, 50 лет, не пошло, с какими-то приёмами, которые не стали бы... Не стали бы через какое-то время визуально несовершенными. Материалы, которые станут стареть и трансформировать это здание так, что будет... Ну, понимаете, ведь так же мы... Таким способом иногда мы... Это те, на ком возложена эта обязанность, как архитекторов и дизайнеров. Мы уродуем наши города по причине того, что мы иногда идём на некоторые уступки по отношению к клиентам, может быть, не так правильно доносим мысль. Так вот, если делать экстраполяцию на госслужащих, там, я не знаю, депутата, то, по большому счёту, это одни и те же процессы, понимаете? Ирина, скажите, у вас адекватные заказчики часто бывают? Адекватных заказчиков часто не может быть. А самый попадой какой был? Это, знаете, как вопрос, много ли у тебя друзей? Ну, так же не бывает, их много тоже не бывает. Адекватных людей, в принципе, ну, они есть на свете. Ну, подождите, подождите, стойте. Смотрите, вот все говорят, заказчики там прямо такие хорошие и так далее и так подобное. Ну, у вас реально вот в процентном соотношении то, что вы смогли довести до конца, так, как вы видели, много? Нет. Почему? Это проблема кого? Это проблема заказчика или ваша проблема? Это наша проблема общая. Как вы хотите, как вы думаете? Я вам объясню. Вопрос же такой очень специфический на самом деле. Вот смотрите, ведь это как вопрос, кто был первое, яйцо или курица? Вот что касается дизайна интерьера или каких-то проектов и концептов. Ведь по большому счету мы исключительно это делаем для клиента. Правильно? Но ведь он же принес деньги нам. Хорошо. Но он же совершенно не обезгнепят. Вот смотрите, вот вопрос денег. Скажите, вы выбираете клиента или клиент вас? Мы друг друга выбираем как котенок и будущий хозяин. Ну, понятно. Просто не спрашивайте, кто из них котенок, а кто будущий хозяин. Хорошо. Давайте тогда по-другому поставим. Что вы вставите в приоритет, когда выбираете клиента? Деньги или объект? Я в приоритет всегда ставлю только одно. Это ощущение. То есть могу ли я с этим человеком взаимодействовать год-полтора. И если я напрямую вижу, что я не смогу с ним взаимодействовать. Кстати говоря, это совершенно не значит, что я говорю о том, что он адекватный или неадекватный. Бывает же такое, ну вот просто клиент не наш, понимаете? Он другого видения, понимаете? То есть ему точно нужно в другой метод. Так зачем же мучить его и себя, когда на самом-то деле работы для всех хватит, понимаете? Ну, послушайте, слышу эту фразу волшебную, работы для всех хватит. Я понимаю, что наступает такое время, хотя оно было и до этого, что работы хватает не для всех. То есть либо вот вы действительно как-то вот умеете, у вас есть какое-то такое волшебство, и у вас стоит в очереди. Либо, ну вот знаете, как есть и архитекторы, и дизайнеры, да, которые реально... Либо это бровады, вы хотите сказать. Я не знаю. Я не спешу вообще с выводами, потому что цыплят по осенью считают. Если ее не хватит лично для меня, значит, я займусь чем-нибудь другим. Кто у вас, Ирина, кто у вас пиарщик? Ну, у нас есть специально обученные люди, у нас, и у меня есть видение вещей, у меня есть помощник и помощница, у нас есть на субподряде команда, которая продвигает нас в интернет-ресурсах. То есть все как у всех на самом деле. Скажите, Молдавия коррумпированная страна вообще? Вы говорили, что мы о политике говорить не будем. Нет, ну коррупция, это же коррупционеры, в бывшем это наши клиенты. Что в этом такого? То есть это нормально? Я не знаю. А скажите, вот вы несколько раз были номинантом на премию и получали эту премию, главную, которая в Молдавии, напомните, как? Премия ДАС. Да, 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 вот она международная. То есть что надо сделать, чтобы вот ее получить? Поучаствовать. Просто быть лучшим? Ну, мне кажется, что это конкурс с очень большим, с большой конкуренцией. Конкуренция это только на базе интеллектуальной собственности. Дело в том, что премия ДАС, она интересна тем, что судьями являются не молдавские, не молдавское жюри, а международное, собранное из пяти-шести точек на планете Земля и часто даже друг друга не знающие. То есть это такие очень значимые бюро архитектурные, которые и участвуют, и голосуют. Это закрытое голосование. И это очень интересно. Вообще конкурсы, это, собственно, какие выставки и все остальное. Такого плана позволяет тебе, например, современное искусство и музей с современным искусством или арт-площадки. И они позволяют понимать, насколько ты в шорох или нет, насколько ты, ну, как бы в потоке находишься всего того информационного пространства, которым мы, ну, что, собственно, определяет актуальность, адекватность в том числе и архитектора, и архитектурного бюро. Ну, скажите, пожалуйста, вот когда вы получаете вот эту премию на следующий день, какие ощущения? Очень приятные. Очень-очень. А когда ты понимаешь, что вот надо в следующий раз двигаться вперед? Вы знаете, вот этот вот момент, когда... Кстати говоря, после таких пинков, вознаграждающих пинков, я их называю, очень много высвобождается энергии для творчества, конечно же. То есть, ну, это поощрение, вы понимаете, кнут и пряник, это очень приятно. И, ну, это то ощущение, что вот, значит, ты типа чего-то стоишь, да? Тварь я дрожащая, или право иметь? Так вот кажется, что имеешь право, понимаете? Ну, подождите, я вам хочу сказать, вы такая очень, так сказать, знаете, как девушка очень такая амбициозная. И, в принципе, я вам хочу сказать, что достаточно интересно происходит беседа. Я бы хотел, чтобы, если можно, вы рассказали о том моменте, о котором вы так долго не хотели рассказывать, не помню уже кому, да, кто у вас там брал интервью, или с кем вы общались. А по вопросу вот этой китайской вазы, то есть, или японской, да, наверное, вазы, да? То есть, когда вы ушли из института, или это не совсем правда, или это такая фейковая история, да, была? О, нет, 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 что вы, это не фейковая история, это была не японская ваза, там, правда, очень интересно, и, правда, я все время... У меня, кстати, эти работы есть, я их могу показать, ну, не знаю... Так, покажите, пока что вы заинтеговали на всю историю, я вам хочу сказать, да, то есть, вы такая знаете... Дело касалось японской гравюры. Я тогда училась в институте искусств, и заданием нашим было для всех сделать японские гравюры, копии. То есть, это определенная технология, она очень интересная, и последовательно вы берете акварельную бумагу, прокрываете ее определенным сортом чаевого раствора, то есть, делаете вот ее такого желтого цвета. Чай бывает очень разный, он дает разные оттенки. Потом сверху вы на акварелью наносите слой за слоем... А, кстати говоря, одна из них, вот смотрите, прямо вот сзади, за спиной, видите, вот она есть. Операция глупости называется. А, так, а ну? А ближе можно? Ну, здесь ничего такого нет, но ближе, конечно, я могу показать, вот, видите. Так, так. Ну, отлично. Вот, и, а так как я этим делом очень сильно увлеклась, я залезла в библиотеки и нашла ряд гравюр на тему японской камасутры, так сказать. И очень была впечатлена, правда сказать, и сделала несколько работ в этой технике. То есть, я ничего не соврала и ничего не придумала. Я рисовала все детородные органы, страсть, волосочечку, волосочечку. Это, на самом деле, работы очень непошлые. Они необыкновенно страстные. И Япония в своем творчестве, она проходила за 300 лет семимильными шагами. То есть, от объемной живописи она приходила плоской, плоскостной, да, гравюр, и дальше она опять уходила. То есть, это все было отображено в творчестве этих авторов, а, как заведомо ранее, все работы, они очень редко вообще даже, то есть, принадлежность к автору сейчас отсутствует в большей степени. То есть, непонятно, кто это делал, да, то есть, настолько они любили то, что они делали и считали, что это бескорыстно, что не подписывались. То есть, кто-то подписывался, ну, была и такая история. Но, так вот, когда я попросила, когда я показала свои работы куратору, она мне сказала, что я сразу тебе поставлю высокий балл, только, пожалуйста, на просмотре, не выставляй их. Я говорю, почему? Ну, и, в общем, это был камнем преткновения. И они не разрешили мне показать, а я через пять дней, после того, как они мне не разрешили показать, забрала документы в деканате. И ушла. Вот. И так я стала архитектором, потому что поваландовалась, поваландовалась пару месяцев. И потом, ну, куда? Ну, не на юриста же, нет. Ну, не на куда, куда. Ну, вот, как-то я прибилась к политехническому институту. И вот, собственно, с этого момента и началась моя история знакомства с архитектурой, причём достаточно интересно было, потому что я ещё года два там училась и вообще не понимала, что я здесь делаю. А потом вот этот вот щелчок, он вот так вот резко практически как будто бы в один день произошёл. Я вдруг поняла, что я архитектор. Это было очень удивительно. То есть получается, что я через терник звёздам, понимаете? То есть я своё призвание вот через силу приняла. То есть когда я поняла, что это действительно моё любимое дело и что вся эта история с моим характером, с моим куратором, который так относился к откровенному искусству. Всё вот так сошлось в одно. И всё это было для того, чтобы я стала архитектором. Ну, получается так? Ну, я думаю, да. Ирина, скажите, пожалуйста, если взять процентное соотношение работ, которые вы выполнили, вот больше ста ресторанов вы сделали, то есть с какого момента вы почувствовали, что реально вы уже можете смело браться за проект? За что? За следующий проект ресторанов. Ой, Карен, я вам хочу сказать, что вот 13 лет работая в своей компании, а до этого я проработала ещё 3 года с половиной в московском агентстве. Мы проектировали достаточно много на удалёнке. То есть общий мой опыт, он составляет в районе 15 лет. Я до сих пор каждый раз, когда я берусь за новый проект, мне страшно. И у меня такой вот эффект самозванца, что ли. То есть у меня это ощущение как бы не напортить. Вы понимаете, ведь чем больше опыта, тем больше понимания того, что нужно достаточно аккуратно подходить ко всему этому. Потому что помимо того, что это большая ответственность, это очень большие деньги всегда, правда. Большие деньги сколько? Ну, стоимость проекта, но в зависимости от того, что мы делаем. То есть дом может достигать 2 миллионов евро, к примеру, в финише своём, понимаете? Я не говорю про свои проценты с этого объёма. Я говорю вам, сколько на самом деле человек вложит для того, чтобы въехать в этот дом. Ну, предположим, я сейчас назвала максимум. Но на самом деле всё равно даже если это 300-400 тысяч евро в полной комплектации одного дома, да, или там 50 тысяч евро просто однокомнатные квартиры или там двухкомнатные, всё равно это деньги, они очень большие. А смотрите, как получается. Ведь когда приходит клиент к ощущению того, что ему нужен дизайнер или архитектор, он что делает? Он заходит в Google и начинает пробивать всё то, что начинает пробивать. Из чего он начинает? Ну, наверное, не все, но большая степень людей. Он начинает первое, что человек сделал и сколько он стоит. А здесь это очень интересный вопрос, потому что ведь когда к нам приходят люди, мы же берём за свою работу, за авторский надзор какую-то определённую сумму. И она не всегда кажется им адекватной, понимаете? Почему-то люди думают, что нужно начинать экономить с дизайнера, с архитектора. Это первое слово. Ну, подождите, а на капельчике нельзя, на грузчике нельзя? Нельзя, понимаете? Ну, подождите, а на ком это происходит тогда? Потому что это тот вектор на азимут, благодаря которому сквозь терник звёздам вы на своём космическом корабле вот в этом пространстве доберётесь в дом. Ирина, я если буду строить дом, скажите, на ком экономике? То есть на дизайнере нельзя, на грузчике нельзя, на капельчике нельзя. На ком экономике? Хреном узнать. Нет, ну вообще, это очень честный ответ. Очень честный ответ. Ирина. Вот смотрите, вы занимаетесь текстильными коврами, замечательными коврами. Замечательным текстилем. Вы же понимаете прекрасно, что один текстиль просто будет вишенкой на торте, как и ковёр в этом пространстве. А иногда это портит всё абсолютно. Почему? Потому что человек чуть-чуть недочувствовал, не прочувствовал. А ткань уже пошита, всё заказано, шторы вывешены, понимаете? И тут ты вот, знаете, как про вишнёвый сад. Стриг его, стриг, стриг, стриг. И сел, чтобы насладиться вот этой красотой и понимаешь, что ты всё испортил, понимаете? Поэтому ответственность на каждом элементе лежит большая ответственность. Ирина, дружить будем, скажите? Безусловно. Семьи выдавайте уже. А работать будем? У меня, кстати, тоже трое. А работать будем? Мы постараемся как минимум. То есть это вот уже по-честному. Дружить, да, вот работать. Ирина, на самом деле, спасибо большое. Я думаю, что если по-хорошему, то, конечно, в следующий раз, когда мы с вами увидимся в эфире или встретимся, я бы хотел, чтобы мы с вами увидели ваши работы. Потому что, знаете, описание хорошо, а вот хотелось бы увидеть. Если можно, давайте с вами встретимся, и вы покажете именно вот свои работы там с фотографиями, со всем остальным. Такое возможно? Наверное, возможно. Да, почему нет? Да. И у меня к вам большая просьба. Во-первых, хочу сказать спасибо, что прорекламировали, так сказать, нас с коврами и со всем остальным. Вы даже не просили, а видите, а я уже наперед. Вот это и бывает. Нет, я сейчас попрошу. Я хотел бы, чтобы в следующий раз, когда мы с вами увидимся, чтобы на фотографиях были наши ковры и наши шторы. Вам спасибо большое, Ирина. Вам спасибо большое. Огромное спасибо за внимание. Ребята, вам удачи и больших вам успехов во всем, в том, что вы делаете. Мне кажется, это очень интересно. Вашими молитвами. Вашими молитвами. Удачи, спасибо большое. Да, дай Бог, чтобы все были здоровы. Кишиневу большой привет. Я надеюсь, что наши встречи будут регулярными. И мало того, хотелось бы, конечно, выпить молдавского вина на вашей территории. Легко. Мы вас ждем всегда в гости. Спасибо. Спасибо. Все очень хорошо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Чтобы насладиться вот этой красотой и понимаешь, что ты все испортил. Понимаете? Поэтому ответственность на каждом элементе лежит большая ответственность. Дружить будем, скажите? Безусловно. Семьи давайте уже. А работать. У меня, кстати, тоже трое. А работать будем? Мы постараемся как минимум. То есть это уже по-честному. Дружить, да, работать. Ирина, на самом деле, спасибо большое. Я думаю, что если по-хорошему, то, конечно, в следующий раз, когда мы с вами увидимся в эфире или встретимся, я бы хотел, чтобы мы с вами увидели ваши работы. Потому что, знаете, описание хорошо, а вот хотелось бы увидеть. Если можно, давайте с вами встретимся, и вы покажете именно вот свои работы там с фотографиями, со всем остальным. Такое возможно? Наверное, возможно. Да, почему нет? Да. И у меня к вам большая просьба. Во-первых, хочу сказать спасибо, что прорекламировали, так сказать, нас с коврами и со всем остальным. Вы даже не просили, а видите, а я уже наперед. Вот это не бывает. Нет, я сейчас попрошу. Я хотел бы, чтобы в следующий раз, когда мы с вами увидимся, чтобы на фотографиях были наши ковры и наши шторы. Вам спасибо большое, Ирина. Вам спасибо большое. Огромное спасибо за внимание. Ребята, вам удачи и больших вам успехов во всем, в том, что вы делаете. Мне кажется, это очень интересно. Вашими молитвами. Вашими молитвами. Удачи. Спасибо большое. Да, дай бог, чтобы все были здоровы. Кишиневу большой привет. Я надеюсь, что наши встречи будут регулярными. И мало того, хотелось бы, конечно, выпить молдавского вина на вашей территории. Легко. Мы вас ждем всегда в гости. Спасибо. У нас все очень хорошо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. А я здесь там светлый момент. Сохранить. Вы невероятные. Сохранить все ваше главное теперь. Подождите, вы начали слишком рано кричать, потому что...